Приветствую любителей предметно-материальной истории и подлинного антиквариата. В этом ролике я покажу вам основные признаки подлинности государственных клейм Российской империи на серебряных изделиях 1908-1917 года. Просматривая ролики на канале Антикварный Ареал, вы получаете уникальные знания, позволяющие аргументированно определить фальшивки. Последнее клеймо Российской империи значительно отличается от предыдущих клейм и имеет множество мелких деталей, усложняющих подделку. До настоящего времени, даже с учетом всех современных технологий, фуфлодеятели не могут победить резчиков монетного двора. Государственное клеймо состоит из изображения профиля девушки в кокошнике с поворотом головы вправо. С левой стороны от профиля находится знак пробирного учреждения в виде различных греческих букв, а справа от профиля цифры пробы. Форма клейма – вдавленный овал. Таким образом, даже после длительного пользования изделием клеймо не стиралось, так как находится в углублении, и даже если клеймо изнашивается, его пропорции, композиция и мелкие детали рисунка, продавленные в процессе клеймения до дна клейма, остаются неизменными. Примеры поддельных клейм любезно предоставлены самой крупной площадкой по продаже сомнительного антиквариата и продавцами фальшивок с высокими рейтингами. При первичном осмотре изделий поддельное клеймо может сойти и за настоящее, за счет внешнего сходства. Однако при более глубоком изучении довольно быстро можно увидеть отличия. Вопреки возмущенным стоном продавцов сомнительных товаров, я продолжаю утверждать, что для определения подлинности изделий достаточно хороших фотографий клейма. Принимая во внимание желание фуфлодеятелей скрыть явные признаки подделки, даже при плохом качестве фотографии можно определить подделку по характерным признакам. Цифра 8 имеет искривление по вертикальной оси. При установке ударного государственного клейма такой кривизны добиться невозможно. В подлинном клейме правая верхняя часть цифры 4, глаз девушки и верхняя часть знака пробирного учреждения находятся на одном уровне. В подлинном клейме перекладина цифры 4 находится на одной линии с кончиком носа и знаком пробирного учреждения. А в фальшивом клейме цифра 4 находится значительно ниже этой оси. Фальшивый венец не подходил по размеру к фальшивому окладу, поэтому фуфлодеятели были вынуждены произвести обрезку непосредственно по эмалевому слою, удалив при этом часть канонической надписи над головой Сына Божьего. Что за ерунда, скажите вы, а куда же деваются ценные обрезки серебра с эмалью? Так как производство фуфлариата процесс безотходный, поэтому из обрезков от окладов икон делают эмалевые накладки для царских портсигаров. А если рисунок не стыкуется, это учитывая торговцам в цене как брак ювелира. Оба уже указанных признака подделки подходят и к следующему предмету. На фальшивом клейме цифры больше и толще по размеру, а также не совпадает горизонтальная оси их расположения. Цифра 8 в фальшивом клейме имеет такие же вертикальные искажения, как и в предыдущем клейме. У фальшивки значительное искажение нижней части овала границы клейма. Очень часто встречающийся признак подделки, самый нижний локон косы девушки никогда не касается границы клейма. На подлинном клейме в нижней части цифры 4 всегда виден объем. В подлинном клейме правая сторона шеи девушки это всегда вертикальная прямая линия, перпендикулярная граница клейма. Фальшивый подстаканник от уже известного продавца сомнительных товаров. Именик ювелира фальшивый. В подлинном именике Хлебникова двухглавый орел находится в едином контуре с фамилией. Но в этом ролике мы не об имениках, а о государственных клеймах. Клеймо тоже фальшивое, его идентифицировать можно по уже описанным ранее признакам, часть которых торговец скрывает грязью. В кокошнике девушки всегда хорошо видны пять выпуклых вертикальных линий. Верхняя часть цифры 4 имеет срез, который очень часто забывают дорезать производители фальшивок. Производители фальшивок очень любят подделывать серебряные портсигары с эмалями. Однако используют вместо горячей эмали разноцветную эпоксидку. Ее вытекшие следы практически невозможно удалить с рельефной поверхности. Эпоксидка довольно мягкий и пластичный материал, поэтому любое механическое воздействие на ее поверхность оставляет заметный след. Напомню, горячая эмаль по твердости, как стекло, и оставить какой-либо след на поверхности горячей эмали довольно сложно. На этом изделии идентифицировать фальшивое государственное клеймо на основании уже указанных признаков не вызывает особых затруднений. Кроме несоответствия основных признаков подлинности, производители фальшивки нарезали лишних вертикальных линий в кокошнике у девушки, а нос девушки начинается из глаза. На фальшивке шея у девушки наклонена в сторону затылка, а губы у нее накачали обильным количеством силикона. Фальшивые подстаканники различных артелей, продавцы сомнительных товаров без каких-либо оснований относят к работам Фаберже. На фальшивом клейме у цифры 4 отсутствует срез на верхней части и объем в нижней части. Цифра 8 имеет заметные вертикальные искажения. В фальшивом клейме не соответствует горизонтальное расположение признаков подлинности. На подлинном клейме у девушки слегка выдвинут вперед подбородок, на фальшивом. У девушки вперед выдвинули всю челюсть, сделав из нее боксера с капой во рту. Зрители неоднократно замечали в комментариях, что торговцы фальшивками это как правило одни и те же персонажи, а торговля подделками, как сахар, привыкание 100%, попробовали раз, едят и сейчас. В фальшивом клейме не соответствует горизонтальное расположение признаков подлинности. Нижняя часть цифры 4, нижняя часть цифры 8 находятся на одной линии с нижней частью подбородка. Верхняя часть буквы, обозначающей пробирное учреждение, находится на одном уровне с глазом и верхней частью правой стороны цифры 4. На фальшивом клейме попробовали сымитировать объем, изогнув нижнюю часть цифры 4. Фальшивые портсигары с выдуманными дарственными надписями излюбленный продукт продавцов сомнительных товаров. В подлинном клейме граница клейма обходит шею девушки, делая ее овальной. На фальшивках фуфлодеятели дорабатывают место границы клейма и шеи инструментом, а так как серебро очень мягкий металл, эти следы всегда заметны. Запомнив признаки фальшивых государственных клейм, вы всегда сможете отличить поддельное клеймо. Вам достаточно несколько раз посмотреть этот ролик и в вашем сознании появляется эффект насмотренности и вы автоматически запоминаете основные признаки подделки. Знание – сила, а сила правды в публичности, поэтому, получив знания, не забывайте их демонстрировать продавцам сомнительных товаров в комментариях под фальшивыми лотами. Для закрепления навыков определения фальшивого антиквариата совместно с торговцами известной площадки я подготовил для вас подборку с образцами различных поддельных государственных клейм. Продавцы сомнительных товаров неоднократно заявляли в грубой форме, что провести экспертизу антиквариата через экран компьютера по фотографиям невозможно. Один из них даже заручился письменными ответами солидных экспертных организаций о том, что дистанционно экспертизу не проводят. Учитывая отсутствие у меня полномочий для экспертного заключения, я только высказываю личное мнение, основанное на методических материалах, используемых аккредитованными экспертами при атрибуции культурных ценностей. Сомнительный антиквариат от уже известного торговца по кличке Изумрудный, он же Глиняная Собака. Обратите внимание, все комментарии о подделке под лотом удалены модератором. Портсигар Россия. Серебро 84-й пробы. Накладка подкова золота. На крышке портсигара были производственные дефекты, которые пришлось закрыть бракованной, недоделанной ювелиром подковой с таким же дефективным облезающим значком. Государственные клеймы фальшивые. Основные признаки расположения деталей клейма не совпадают. В верхнем клейме у девушки развивающиеся волосы. В нижнем клейме также не соответствуют основные признаки подлинности и появилась дополнительная деталь. Девушки в затылок загнали штырь. Обратите внимание, это промолот. Ситечка старинная, русский стиль, серебро 84-й пробы. Сразу видно технологическое несоответствие. Подобные формы изделий выдавливали прессом вместе с ручкой. На этом изделии ручка припаяна, причем припаяна очень грубо и несимметрично состыкована с рисунком. Эту несимметрию попытались исправить криво просверленными также несимметрично отверстиями. При изготовлении был допущен брак и образовавшиеся отверстия просто залили оловом. И конечно на изделии фальшивое государственное клеймо со всеми характерными признаками подделки. У девушки в клейме плоское лицо и отсутствуют мелкие детали, подтверждающие подлинность клейма. Торговка этим сомнительным антиквариатом Аленка это подружка глиняной собаки из предыдущего ролика. После указания на признаки подделки Аленка была предводителем инициативной группы по блокировке моего аккаунта на мешке. И вполне очевидно Аленка получила поддержку администрации аукциона, так как платит площадки за рекламу фальшивого антиквариата. Аленка продает фальшивки как промолоты, а очевидные признаки подделки не мешают площадке нарушать закон и рекламировать товары без документов, подтверждающих указанные характеристики этих товаров. В подтверждение моих доводов еще один сомнительный промолот. Рельеф рисунка изделий не имеет четких контуров, так как изготовлен при помощи гальванокопирования. Отдельные детали рельефа производителям скопировать не удалось совсем. По всей поверхности предметов следы жесткой механической обработки и глубокие поры, характерные для гальванического производства. Государственные клейма фальшивые. Не соответствует горизонтальное и диагональное расположение признаков подлинности. Следующий фуфлопромолот. Портсигар 1916 год. Александр Георгиевич Лингау. Серебро 84. Золото. На изделие налепили все запасы этикеток, накопленных ювелиром за долгие годы работы. Таким образом, в разы увеличив стоимость ломовой металлической коробки. А для придания исторической ценности и иллюзии подлинности, на карту ж нанесли данные человека с фотографии. По всей внутренней поверхности глубокие поры, характерные для гальванокопии. По технологии производства подлинные портсигары выдавливали прессом, поэтому внутри и снаружи была гладкая поверхность, которую иногда защищали точечным мотированием. На поверхности этого изделия можно увидеть бугры, которые не могут появиться после пресса, либо в процессе бытования. Это следы брака при производстве фальшивого антиквариата. Государственное клеймоноизделие фальшивое. Не соответствует расположение диагональных и горизонтальных признаков подлинности. Творческий идиотизм продавцов сомнительных товаров иногда вызывает приступы веселья. Подстаканник под чашку. Серебро 84-й пробы. Московская артель. Редкость. Это демонстрация редкостной глупости. Куда, в какое кривое отверстие этого подчашечника поместится ручка чашки? А ювелирность этого изделия подчеркивает криво прорезанный рисунок и плохо обработанные его края. Следы брака от лифки ручки продавец пытается скрыть грязью и плохими фотографиями изделия. Государственное клеймо фальшивое. Зрители наверняка заметили, что в своих сравнениях я использую только несколько основных признаков. Это связано с тем, что на поддельных клеймах остальных признаков просто не видно. Еще один смешной лот. Чарочка с монетой. Российская империя. Серебро 84-й пробы. Любавин. Ложки с фальшивыми монетами спросом не пользовались. Поэтому фальшивые монеты стали вставлять в ручки фальшивых чашек. На фальшивой монете очень плохо пропечатаны детали рельефа. Некоторые детали не припечатаны совсем, а буквы имеют округлую форму. На подделках в государственном гербе у орлов потерялся язык и свернулась челюсть. Императорская корона имеет искаженную форму и на ней отсутствуют мелкие детали, которые всегда видны. На шеях имперских орлов исчезло оперение и они разделились. Именник Любавин фальшивый и процарапан режущим инструментом. Его следы можно увидеть на дне букв. Государственное клеймо тоже фальшивое. На фальшивом клейме шея девушки сливается с границей клейма. Шея девушки всегда прямая линия перпендикулярная границе клейма. Яркий признак фальшивки у девушки нос картошкой. Нижние части цифр должны находиться на уровне подбородка девушки. Сейчас торговец хочет получить за этот фуфлариат 120 тысяч рублей. А пару лет назад это изделие было атрибутировано как подлинное и продано за 50 тысяч рублей на главном ресурсе по атрибуции подделок под названием антикфорум. Звероподобная аватарка торговца фальшивками подтверждает мою гипотезу, что в антикварном ареале обитают не только люди, а каждой твари здесь по паре. Отдельные торговцы с сомнительными товарами вполне поддаются дрессировке. В то же время им совершенно не хочется быть продавцами фальшивого антиквариата, поэтому не нашли лазейку и указывают имитация клейм Российской империи в описании подделок. В благодарность за предоставленные фотографии фальшивок отвечу этому торговцу взаимностью и на безвозмездной основе укажу признаки подделки на остальных его лотах. Старинная большая серебряная медовая ложка. Самый простой и быстрый способ визуального определения фальшивки это позолота, выполненная порытвином и царапином, которую мы можем наблюдать на этом изделии. Плохо отполированную поверхность покрыли позолотой для сокрытия дефектов производства. Вес этой ложки 71 грамм, а клеймо в виде лопатки, как на этой ложке, вставилось на изделие весом менее двух золотников, это меньше 8,5 грамм. Это методическое несоответствие и нарушение пробирного устава Российской империи. Торговцы фуфлориатам хором начнут вам рассказывать истории от уже известных лжеспециалистов антикфорума о том, что в Российской империи в пробирных палатах часто ошибались. И возможно я бы с ними согласился, но ложка весит более 10 грамм и на ней стоит фальшивое государственное клеймо. Клеймо набивали двумя сегментами, на одном были цифры 84, на втором голова девушки. Совместить эти два сегмента симметрично производителям не удалось. Кроме этого во время стыковки двух сегментов внутри клейма образовались острые засечки. Старинная серебряная сахарница. Самошин, царская Россия, конфетница, русский стиль, топ. Как я уже неоднократно подчеркивал, шедевр, редкость, царский, топ это шифры гарантированного фуфлориата. Самый яркий признак подделки, это пористая поверхность предмета со следами жесткой механической обработки при попытке сокрыть дефекты производства. На ручках изделия кривой рисунок и недокопированный рельеф. Ручки не подходили по фасону и размеру к изделию, поэтому их нижнюю часть не закрепили, а оставили висеть в воздухе. Если бы ручки были изготовлены из обычного серебра, согнуть их по форме изделия не составляло труда. Но так как они изготовлены из гальванического серебра, а его структура пористая и хрупкая, производители подделок имели риск разлома ручек и не рискнули их сгибать. Торговец не пожелал отмыть клеймо для осмотра. Однако по методу, который я предлагаю вам к изучению, для идентификации фальшивого клейма достаточно и тех частей, которые выглядывают из-под толстого слоя грязи. Под демонстративной неряшливостью скрывается элементарное желание скрыть признаки подделки изделий. В оправдании грязи вы всегда услышите одну и ту же историю о том, что патина как раз и является подтверждением подлинности. В следующем ролике покажу, как выглядит столетняя патина. Старинная серебряная ваза. Хлебников серебро 84. В фальшивом именнике хлебников очень странно изобразили орла. Непонятно где у него голова, а где ноги. Государственное клеймо тоже фальшивка. Нарушено горизонтальное размещение признаков подлинности. Нижняя часть цифры 8 имеет заметные искажения. А у девушки не хватает волос в голове, в косе и вертикальных штрихов в кокошнике. Старинный серебряный портсигар серебро 84 пробы, орнамент, модерн, царская Россия и снова топ. Фальшивые портсигары обычно выдает халтурно выполненный замок. Кнопка не подходила по размеру и для нее выпилили кривой проем. С другой стороны, после установки кнопки остался большой зазор. Вследствие чего, после нескольких нажатий на крышку портсигара, корпус из хрупкого гальванического серебра лопнул. Государственное клеймо на этом портсигаре фальшивое. У девушки не хватает волос на голове и в косе. Штрихи в кокошнике изобразить забыли. На границе клейма с шеей девушки наплыв металла. Также на этом клейме не соответствует горизонтальное и диагональное расположение признаков подлинности. Старинная чайная ложка серебро 84-й пробы «Царская Россия». У ложки характерные признаки фальшивки. Недокопированный рельеф рисунка и забитые в щелях и углублениях грязью дефекты производства. Государственное клеймо тоже фальшивка. Нарушено диагональное и горизонтальное размещение элементов клейма. Детали клейма под слоем грязи рассмотреть невозможно. Старинная серебряная лопатка серебро 84. По всей поверхности лопатки различные поры и раковины, характерные для гальванического производства. Вместе соединения лопатки с рукоятью следы недавней пайки. Деталь, соединяющая лопатку с ручкой, выполнена низкокачественным литьем. Отливали эту деталь вместе с клеймами, поэтому они выглядят размазанными. Подстаканник серебро 84-й пробы Тарасов. На внутренней части подстаканника позолота нанесена сверху под царапином и рытвеном для сокрытия дефектов производства. Внешняя часть подстаканника рыхлая, с порами по всей поверхности. Но подстаканник криво припаяна ручка с недокопированным рельефом. Государственное клеймо фальшивое. В клейме не соответствует диагональное и горизонтальное расположение признаков подлинности. Старинный письменный набор серебро 84-й пятая артель. Вся поверхность ножа пуристая, с глубокими раковинами, характерными для гальванического производства. Государственное клеймо фальшивое. Диагональные и горизонтальные признаки подлинности не соответствуют. Детали клейма рассмотреть невозможно. Поверхность чернильниц пористая, с глубокими раковинами, покрытая густой химической патиной. В щелях и углублениях можно увидеть остатки белой массы, которые уже попадались на подделках неоднократно. На первой чернильнице у девушки несовпадающие основные признаки и расплывчатые детали клейма. На второй чернильнице девушка в кокошнике выглядит как бабушка в ночном чепчике. Искать какие-то признаки подлинности в подобных клеймах не имеет никакого смысла. Если на капоте ладок-люква гвоздем нацарапать Формула-1, она будет больше похожа на гоночный болид, чем эта фуфлямба на изделии Фаберже. Ножки на солонке припаяны кривыми руками, грубо, со следами неочищенного выступающего припоя. Вся поверхность изделия покрыта глубокими рытвенами и раковинами. Также по всей поверхности изделия недокопированы рельеф и следы жесткой механической обработки для сокрытия дефектов производства. Внутреннюю часть солонки фуфлодеятели изготовили с дефектами производства, поэтому их пришлось удалять напильником, и они сточили при этом часть фальшивого именника Фаберже. Государственное клеймо фальшивое. Напомню, подобные клейма в виде лопатки ставились на изделие весом менее двух золотников, это менее 8,5 грамм. Мы уже рассматривали подобное фальшивое клеймо на лоте этого продавца. Это клеймо также набивали двумя сегментами, вследствие чего остались острые засечки в середине клейма. Обилие фальшивок и лотов с имитацией клейм Российской империи у этого продавца дает основание предположить, что он либо далекий от антиквариата торгующий всем подряд корабейник, либо он непуганный и уверенный в своей безнаказанности мошенник с крепкой, как он думает, крышей. Ваши версии с удовольствием прочитаю в комментариях. Еще один фальшивый лот от глиняной собаки, упорно именующий себя волком. Если вы видите этот нос, значит вы попали в скупку в Купчино. А кто это? Гриша Изумрудов. А кто-то уже обзывается, называют глиняный волк. Я получил много комментариев о том, что ошибаюсь и эта икона подлинная, поэтому рассмотрим ее подробнее. На иконе трое святых, а имя написано только одного. В написании сокращений допущены канонические ошибки. Не дописали тетло, обозначающее сокращение. Венцы у святых криво обрезаны. Как я уже показывал, обрезки не выбрасывают. Из них делают накладки на фальшивые портсигары. Как ни старались производители подделок, фальшивый оклад к иконе не подошел, поэтому крест из руки несколько сместился. Государственные клеймы в виде лопаток на венцах фальшивые настолько, что найти какие-то признаки подлинности на них невозможно. На одном из венцов при подгонке и установке обрезали именник ювелира. Государственное клеймо фальшивое. Девушка в кокошнике совсем потеряла лицо и сама на себя не похожа. Косу у девушки обрезали, а вместо кокошника и волос на голове у девушки образовалась плеш. Цифра 8 в клейме имеет заметные искажения. Это полностью фальшивое изделие и искать какие-то признаки подлинности на нем не имеет смысла. Сито и щипцы серебро 84-й пробы. Продавец этого лота – опытный торговец подделками. Передовик фуфлористического труда – пингвин из пернатой бригады антикфорума. Удивительно, что в их сплоченном коллективе до сих пор не появился петух. В темах антикфорума пингвин регулярно атрибутирует подделки, как свои, так и чужие. Криворукие и косоглазые производители подделок не смогли даже просверлить симметрично отверстия в ситечке. Клеймо фальшивое. У цифры 4 забыли дорезать нижний штрих. Цифра 8 имеет значительные искажения формы. А у девушки в кокошнике срезали скальп вместе с частью черепа. Десертный нож – княжеский серебро 84-й хлебников. Этот мешковский маркетинг рассчитан на желающих повысить свой дворовой статус, обладая графскими, дворянскими или царскими предметами. Рукоятка ножа имеет множественные производственные дефекты в виде раковин и пор, замаскированные механической обработкой. Государственное клеймо фальшивое. В клейме не соответствуют горизонтальные и диагональные признаки подлинности. Остальные детали клейма анализировать не имеет смысла. Вилки для рыбы-салата «Клингерт» полностью серебро 84. Подобные вилки изготавливали из двух частей – пустотелая серебряная ручка и стальной прибор. Для увеличения стоимости эти приборы отлили из серебра целиком. Между ручкой и прибором, с которых снимали форму, была щель. Перед снятием отливочной формы с предметов, эти щели забили пластилином, который отпечатался на отливочной форме и в последующем на готовом изделии. В государственные клейманы изделия фальшивые. Горизонтальные и диагональные признаки подлинности не соответствуют. У каждого авторитетного торговца с сомнительными товарами среди лотов должен быть фальшивый фаберже. И пингвин подделками регулярно подтверждает свой фуфлориатский статус. Пористую поверхность ложек полировкой скрыть не удалось. На поверхности ложек недокопированный рельеф, глубокие раковины и следы жесткой механической обработки, скрывающие следы дефективного производства. Над фальшивым именником Фаберже изображение какого-то существа. Но оно настолько страшное, что пингвин боится его показывать. Государственное клеймо фальшивое. Не совпадают горизонтальные и диагональные признаки подлинности. На изображении девушки отсутствует рельеф рисунка. У зрителей возникает очевидный вопрос. Кто покупатель этого фуфлориата? В нашей стране довольно крупная прослойка людей, которых сложно чем-то удивить. Некоторых из них, особенно в последнее время, рекламируют в СМИ. Эти герои необоснованно и по завышенным ценам продавали собственную подпись, в связи с чем и привлекли к себе внимание. У таких героев всегда большое количество друзей, знакомых и партнеров, желающих выразить свое почтение и удивить эксклюзивным подарком. Какой-нибудь помощник-адъютант получает задание приобрести чего-нибудь, да эдакое, антикварное. Он просит Алису помочь и вуаля! Тут есть то, чего нет нигде. Девиз площадки – это яркая иллюстрация волшебного поля чудес из романа про деревянного человека. Маркетинг торговцев сомнительными товарами – тема для отдельного ролика. Если вам попадаются сомнительные лоты, оставляйте ссылки в комментариях и разберем их в ближайших выпусках. У посетителей, разглядывающих лоты этого торговца, может сложиться впечатление, что они попали на распродажу музейного конфиската. Рассмотрим лоты этого торговца с клеймами изучаемого периода. Эта фальшивая ложка уже нашла нового владельца или одаряемого. Было бы интересно посмотреть их реакцию на ролик. На ложке характерные следы полимерной краски, которую наносили, покачивая ложку, и она изменяла свой уровень, растекаясь по различным углублениям. При этом растекаясь не только в углубления, но и в различные щели. Напомню зрителям, горячая эмаль – это стекловидный порошок, который при нагревании формируется в каплю и не имеет текучести. На рукоятке ложки – глубокая раковина. Это характерный брак некачественной отливки. По технологии подобные ложки выдавливали прессом. Государственное клеймо фальшивое. Его набивали двумя клеймами и не смогли их симметрично состыковать. Также на месте стыковки остались острые засечки. В изображении клейма нарушено геометрическое расположение признаков подлинности. Ложка серебро курлюков – шедеврящие фуфлориата. На ложке фальшивый именник курлюков поставленный поверх, скорее всего, европейского клейма. Государственное клеймо фальшивое и изготовлено двумя ударниками. Соблюсти углы ударов при установке не удалось. Поэтому клеймо получилось выгнутым. Несмотря на то, что этот лот уже продан, поделюсь с вами примером коллективной глупости производителей, продавцов и покупателей этой фальшивки. Продавец не показывает клейма, установленные на ложке. А в пословице на ложке – грубые грамматические ошибки. А правду написано одним словом. В слове «режь» вместо «же» буква «ше». При этом из 18 участников упорных торгов за эту ложку никто не заметил такой явной небрежности. И, соответственно, возникает вопрос к торговцу. Этот антик, насколько он русский? Бороться с фальшивками и их продавцами бесполезно. Они были и будут всегда. Мне до сих пор присылают на оценку и предлагают купить фальшивые монеты и фальшивые ложки из этих монет. В то же время, подписавшись на канал и просматривая ролики, можно получить информацию и защитить себя от необоснованных и глупых покупок с иллюзией выгоды. Для подписчиков канала «Антикварный ареал Бусти» размещу PDF-файл с подробным описанием признаков подлинности государственных клейм Российской империи. Выражаю огромную благодарность Виктору Фоменко, подписчику из Ростова-на-Дону, за внесенные важные корректировки при создании этого ролика. В следующем ролике разберемся с государственными клеймами Российской империи на серебряных изделиях периода 1899-1908 года. Субтитры создавал DimaTorzok